В Мангастауской области к Новому году осуществится полный переход реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки. Это позволит единственному поставщику, казахскому газоперерабатывающему заводу, улучшить социальное и экономическое состояние. Сейчас основное оборудование завода изношено на 90%. В этом убедились и наши корреспонденты. Ржавые трубы, автоматическая система управления и приборы 60-х годов. Дыры латают сами. Это состояние завода, единственного поставщика газа. Все записи пишутся вручную специалистами, чтобы поменять одну поломку. Детали берут с другого аппарата. Ремонтные работы и модернизацию не проводили с момента запуска завода. Через два года объект отметит свое 50-летие. По словам главного инженера, сейчас остро стоит вопрос строительства нового газоперерабатывающего завода. Аварийные остановки могут доставить население без моторного топлива. Принимая во внимание техническое состояние действующего завода и вышеизложенные риски, было принято решение о строительстве нового ГПЗ в городе Жанаузен. Определены участки для строительства нового завода, точки подключения, разработаны ТО-проекты и направлены на рассмотрение и согласование госэкспертизы. В настоящее время ведется работа по обеспечению финансирования. На сегодняшний день потребность в газе составляет 18 тысяч тонн. 14,5 из них производит Жанаузенский КПЗ. Недостающий объем завозится из Атрау. В настоящий момент в Мангистауской области более 90% автотранспорта использует сжиженный газ. К новому 2022 году осуществится полный переход реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки. Это позволит сократить количество посредников, и рынок будет прозрачным. На сегодня в регионе цена за литр 60-65 тенге. С переходом на электронные торги ценообразование может поменяться, сетуют чиновники. И это неизбежно. На сегодня специалистами на регулярной основе проводится мониторинг. Сговоры между местными предпринимателями пресекаются. Только с начала года зарегистрировано 15 случаев необоснованного факта повышения цен. Салтан Тайджанова, Аманды Каман-Колов, ТДК-42 из Мангистауской области.